Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас буду выкатывать из ангара Т26Е5 и по моему мнению самая недооцененная машина в первой волне аукциона и честно говоря я ума не приложу по какой причине ребята не хотят брать эту машину буквально за 3500 золота ну а уж тем более за 3000 через 3 часа она будет стоить и количество машин еще достаточное чтобы успеть ее купить. Смотрите ребят очень классное орудие очень приятное на разброс и время сведения посмотрим сейчас в бою 2500 дпм радует время перезарядки ребят меньше 6 секунд и это премиумный танк 8 уровня тяжелый ребят это не средний танк 7 уровня с таким временем перезарядки. Да безусловно подкалиберные не сильно радуют своим пробитием 221 единица на 8 уровне это не очень комфортно но есть 265 пробития на кумулятивных и голда не такая уж и дорогая 240 единиц альфы кто-то скажет не 340 конечно но ребят и перезарядка не 12 секунд и даже не 10 да а меньше 6 и угол склонения вниз минус 10 что добавляет комфорта игре на данном аппарате. Я больше чем уверен что машина не затребована по одной простой причине потому что многие игроки путают эти машины между собой я имею ввиду машины которые очень похожи внешне и похожи по названию т26 е5 т23 е3 т26 е4 и им подобные. Так вот ребят я больше чем уверен что данную машинку путают со средним танком 7 уровня именно поэтому его не хотят брать на многие думают что машинка уже морально устарела я с вами осмелюсь не согласиться. Дело в том что с таким кд и с таким дпм на восьмом уровне вы просто ну кладец для продавливания линии ст-шек лт-шек единственное что подвижности безусловно у вас не настолько много как хотелось бы никакой ст-шки для того чтобы быстро туда доехать. Но поверьте когда вы туда доедете вам там цены не будет вы будете отбрасывать с такой же скоростью как средние танки и легкие танки из команды союзников но будем говорить откровенно по броне вы не совсем тот же самый средний танк которого можно продавливать которого можно запугать. Вот сейчас подъезжаем к линии ст-шек ну и попытаемся реализовать себя именно как танк для поддержки в прожимании всех вот этих товарищей. Время сведения как вы видите то что я говорил заявленное очень хорошее очень классное а вот по факту отыгрывается немножко тяжелее чем хотелось бы безусловно хотелось бы чтобы оно отыгрывалось немножко получше. Давай вылазь нет не хочешь ладно хорошо поехали дальше посмотрим кто тут еще от нас прячется. Вообще танчик я считаю одним из мастхэвов в ангаре начинающего танкиста потому что именно на этой машинке можно хорошо играть получать удовольствие но и соответственно быть годным и способным на что там в боях. Особенно ребят с учетом стоимости данной машины можно было бы конечно сказать что есть машины более годные на восьмом уровне более легкие для игры. Ребятами которые еще не совсем хорошо все знают все умеют но давайте будем говорить откровенно у каждого то размер кармана свой и нельзя говорить о том что все машинки могут позволить себе все игроки. Многие ребята запасаются голдой только путем того что просматривают рекламные видеоролики но и соответственно с этого голду фармят но согласитесь когда вы таким образом получаете голду вам необходимо очень взвешенно принимать решение в отношении того на что ее бы потратить. Так вот вот эта машинка действительно вас порадует очень приятный аппарат вот углы склонения как вы видите это сейчас я ребят косанул это не машина виновата углы склонения радует безусловно время перезарядки тоже радует вы реально годным что-то делать в катке вы можете подъехать куда-то но и дальше начать раскидывать именно благодаря своему просто великолепному времени перезарядочки. Так ну что поддержим этого товарища. Ну сейчас меня к сожалению вынесут но мне кажется что для победы я сделал все необходимое но к сожалению победы не дали. Что касается брони да безусловно есть куда пробивать радует по броне маска орудия довольно рикошетная башня но на этом честно говоря как для тяжа броня заканчивается. Хотелось бы конечно побольше брони хотя бы там с мордой лица или чтобы можно было ромбовать но к сожалению не могу сказать что машина такой броней похвастаться может. Две тысячи неполные мы нанесли за бой сделали один фраг по фарму смотреть не будем. Что же касается результативности по команде ребят мы заняли второе место и согласитесь довольно таки достойно. Практически ничего не делая в бою если бы ребятки отыграли немножко получше может мы победу бы и получили. Я больше чем уверен что если сравнивать вот наши команды то согласитесь все ребята которые начиная с третьего места в нашей команде отыграли ну скудненько. Особенно двое последних ребят к сожалению не смогли ничего дать для того чтобы была победа. Забросимся еще в одну катку для чистоты эксперимента ну и для того чтобы вы увидели на что действительно способна или не способна машина в руках среднестатистического танкиста. Ребят у меня нет 70% побед я не скилловый игрок я просто периодически после работы в свободное время захожу и играю в танки ради собственного удовольствия. Не слежу абсолютно за своей статистикой и вот если вы приблизительно так же играете как и я то наверное мой канал как нельзя лучше подходит вам потому что именно в моих руках вы сможете увидеть машины такими какими они будут скорее всего в ваших когда вы их себе приобретете либо откроете в ветках прокачки. Меня никто не покупает соответственно я никого не рекламирую но и не собираюсь предлагать вам и агитировать потратить вашу кровную голду на приобретение чего-то что потенциально может вас расстроить. Поэтому ребятки если вы за честные обзоры подписывайтесь на мой канал я вам буду безумно благодарен со своей стороны гарантирую честность ну и по возможности максимальной объективности в оценке техники. Дело в том что есть ребята скилловые которые показывают машины во всей красе и в их руках безусловно каждая машина чуть ли не имба и отыгрывается просто великолепно и я несколько раз наступал на грабли когда приобретал машины по результатам просмотра видео вот таких вот скилловых ребят и потом оказывалось что конкретно в моих руках машина не играется абсолютно и мне становилось от этого крайне грустно. Лучше бы я посмотрел как эту машину отыгрывает обычный простой танкист и для себя бы понял а смогу ли я реально реализовывать все потенциалы того или иного аппарата. Так ну что стоим здесь такие ждем вообще честно говоря на данной машине давить очень сложно лучше все-таки на ней вот стоять и держать ребят чтобы у них не было желания проскакивать. Время вашего КД оно будет вам позволять это делать точность орудия будет тоже позволять сдерживать ребят и поверьте когда они несколько раз получат тычку от вас пускай даже на те же самые 240 единиц а в ответ не смогут вас пробить вот это действительно ребят начинает расстраивать. Вы посчитали сколько уже непробитий я получил и сколько при этом пробитий я уже совершил. Вот сейчас я психану и пользуясь хорошим временем КД пойду сейчас просто напролом доберу двух вот этих товарищей. Даже если я получу какой-то урон от них я больше чем уверен что разменяюсь я в любом случае в свою пользу явно не в их. Вот так вот абсолютно спокойно сделал только что два фрага ребят согласитесь сдерживать противников и минусовать стволы это тоже очень годное занятие в бою если вы хотите приближать победу. Чем меньше стволов у противников тем легче их задавить. Ну что поехали посмотрим на Химеру Химера сейчас Бойроскуайра явно. А вот так вот они разменялись в ноль жаль я думал сделаю третий фраг. Короче говоря ребят машинка крайне крайне недооцененная если вы не обладаете большим количеством голды но вы хотите себе прем 8 уровня однозначно обратите внимание на данный аппарат который крайне сильно недооценен на аукционе. Вы не будете на нем имбовать но удовольствие от боев получать будете однозначно но и будете получать победы почему бы и нет. Стоит ли это 3000 золота которое будет стоить машинка буквально уже через 3 часа безусловно решать вам мое дело показать машину такой какая она есть на самом деле. Ребят если вы можете помочь каналу финансово сбрасывайте свои донатики по ссылочке в описании к видео ну и обязательно обязательно не забывайте про то что если вы не имеете возможности или не хотите живыми деньгами задонатить на развитие канала есть возможность донатить путем отправки подарочков из магазина игры. А я вам буду безумно благодарен ну что ж до встречи на новых видео всех благ всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия пока пока.